Ребят, всем привет! Короче, у меня тут болеющий Андрюша, поэтому мы сегодня не делаем ремонт, мы приехали гулять. Всем привет, ребят! А сегодня мы еще в кинотеатре будем, где мы семейку будем смотреть. Так, короче, мы решили не просили, если будем делать ремонт, потому что Андрюша надо отдохнуть чуть-чуть, в плане согреться, так что такие вот у нас планы. Смотрите, мы приехали, короче, в этот, в мануфактуру, нам сюда нужно повернуть. Посмотри, какой красивый. Очень красивенько, он до 9-ти открыт, так что мы сейчас еще успеем прогуляться здесь хорошенько. Здесь есть и отель на территории, короче, целый город очень прикольный, интересный. Смотрите, какой. Очень красивенький. Смотри, какой отель. Угу, супер. Пять звезды, а, четырех звезды, значит. Ну, если ты вдруг приехала, хочешь закупиться, то прям можешь остановиться. Вот здесь, тут же 63, какие цены бросаны, что можно пытаться закупиться. Ты тоже думаешь, что в этих магазинах, из-за Прада, там всякая, просто на цены. Ну, может, не только от Прады, там обычных магазинов полно. Нет. Да. Да? Да. Короче, прикольно. Сейчас будем гулять. Смотрите, что здесь есть. Слышишь? Андрюш, а ну, удиви людей своим голосом приятным. У меня его сейчас нет. Мы, короче, приехали. И гуляем здесь, в этом мануфактуре. Здесь вообще никого нет. Но здесь очень красиво. Просто представьте, прикиньте, сюда приехать, пофоткаться. Какой-то типа Love Story. Зимнее снять, да? Красиво будет. Или рыбать кормичей. Не, ну, летом, смотри, какая зеленая травка. Здесь очень красиво. Вон мостик. Прикольненько. Мы сейчас дойдем до мостика. Смотри, там тоже эти улицы. А, это тренажер, это там больше тушок и сайт. Смотрите, какой домик. Нет, тоже, Макмар. Смотрите, какой дом, мама. Класс, какой домик. Очень прикольно. Здесь реально так по-сказочным. Мам, там, скорее всего, система какая-то поливальная спрятана. Маир, не портите мне историю. Возле лупал. Ребят, хотите, я расскажу? Кира взял кока-колу, кофейник. Как начал лолить на свою голову. Мама рыбой оплетела. Я тоже пока еле... Я, короче, мы взяли в кинотеатр себе эту шпажку рыбки. Только одна оставалась, последняя ждала меня. И мне ее так замотали надежно, что я еле ее раскублила. Достала с этого пакетика и с пакетика оживала. Очень вкусненько было. И смотри, еще вон колесо какое-то, типа это млэн. Супер. Наверное, летом, может, еще вот, потому что-то оно работает или нет. Ну и днем, я думаю, на выходных. Думаешь, здесь интереснее? Но бывает, да. А давайте зайдем в мостик. Давайте. Ну, красивенько очень. Мам, давайте. Так, ну что, мы приехали уже давно домой. И уже Андрей сейчас там занимается разборкой всего хлама, потому что нам нужно приступать к окну. Нужно поменять окно, короче. Ставить новое. И подобраться туда сложно было, потому что там все заставлено. И поэтому у нас прибавление по всему дому. Томп их еще отмыть нужно. Но я это сегодня уже не делала, потому что я не могу. И это завтра займусь. О, Господи. Кто-то в нос треснет или нальет. Хочу умыться и сделать себе сейчас маски для лица. Потому что очень давно не делала. И мы планируем сейчас, Андрей, когда закончит, я его постригу, потому что он ужасно зарос. Просто ужасно. И я уже давно мечтаю пострижься, просто никак не дойду. Кстати, мы когда приехали домой, я нагрела Андрея полоскание, и у него появился голос. Чуть-чуть появился. Что, снова пропал? Заюж! Голос снова пропал? Нет. Нет, голос уже не пропадает. Все, береги. Еще пополосится мне пару раз, и я думаю, завтра утром проснется, пополосится, и все будет в порядке. Так, а я сейчас пойду умоюсь и буду делать мне масочки. У меня вот есть... Сейчас. Для лица прибавление, короче. У меня мама подогнала свою баночку этого, потому что она не пользуется этой маской. И у нее была еще такая вот вторая. Я сейчас сделаю себе... У меня есть моя, незаконченная. И эта. Вот я сделаю сейчас себе две. Как вы думаете, какая... Какая первая, какая вторая? Сделаю первую эту, вторую вот эту. Наверное, что с этой происходит, как вы думаете. Ой! Ой! Где я уронила эту штучку? Ладно, фейсни. Что может делать это? Но пахнет очень приятно каким-то йогуртом. Ладно, сейчас заодно и проверим, что она делает. Ну что, я умылась. Сейчас вместе с вами проверим, что это за штука и как она действует. У меня губы ужасные, поэтому даже я представляю, как неприятно видеть. Поверьте, это еще более-менее неприятно чувствовать. Ой! Оно такой... Какой-то желешкой. Прикольно. Сейчас нанесу. А после этого вот эти бульбашки нанесу, и будет идеально. Так. Короче, сейчас нанесу, покажу, что получилось. Ну что, я нанесла. Выглядит это довольно странно. Зай! Да? Глянь на меня. Странно выглядит. Ну что, покажем вариант, что у нас тут до. И что потом покажем, что получилось у нас после. Часекуту, если не походу. Не знаю, сломал, не сломал. Просто открыл. Что ты уже с ним сделать мог? Не, все окей. Покажем, что у нас был дом, и что будет потом. Короче, ребят, смотрите. Есть очень стромное помещение. Но, в общем, предыстория. Все помещения, вот эти вот, видите, вот эти вот стены, вот все, вот это вот. Ну, не учитываем, короче, мебель, вот, вот это все. Как бы оно все выглядело приблизительно вот так, как это помещение. Но мы это все приведем в порядок, и будет красиво, да? У нас вот есть закупленный материал, в принципе. Естественно, что-то будем еще докупать, потому что оно в процессе, ты понимаешь, что нужно еще то, 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 да? Пена и вообще чуть-чуть осталось, я так понимаю. Ну, у меня еще один баллон. Еще один баллон есть? Тут ее уже нет. Поняла, хорошо. А это, а вот, кстати, то, что мы обшивали, можешь включить фонарик? Твой телефон тут? Где-то. Ой, вот так. Сейчас. Смотрите, вот, что мы обшивали, это мы самостоятельно все делали. Получилось тут красивенько. Они бы отмывали еще этот скотч. Ну, я его, конечно, набрызывал. Чем? Не помню уж, чем набрызывал. Бодашкой? Нет. Ну, нам нужно отмыть, потому что нам что-то пришло, короче, ткань я заказала, свинница, и она пришла с каким-то клеем непонятным. Нужно отмыть это все, привезти в порядок еще. Ну, это все такое уже, какие-то такие вопросы, которые сейчас, если решить, то, как бы, с другой стороны, когда набрежут этот Андрей. Кстати, ровная кладка. Если вам нужен это построить дом, в принципе, Андрей это может сделать с ровной кладочкой. Вот это вот окно мы вставим вот туда. Кстати, по мере и по размеру, ты говорил, ты говорил, и что? В смысле, и что? Вот это туда. Влазит, если еще снять коробку. Ну, конечно. А как ты собралась без коробки? Ну, так я тебе это и говорила, что нужно еще там кучу всего разобрать. Винять коробку. Ага. И что, она на стену упадет? И снять три нижних кирпича. Ага. Или больше. Четыре. Чтоб... Угу. Чтоб было как установить дом. Короче, ребят, ну, на самом деле, типа, мы просто не хотели показывать, потому что тут был вообще полный сроч. Это сейчас, Андрей, вот с 7 вечера. Сейчас уже 10. Он чуть-чуть разобрался, потому что мы все отсюда просто вынесли и выкинули так, так на кучу сюда. Да? Да. Только что сейчас более-менее можно ходить. Ну, так как... У меня даже теперь есть куда инструменты сложить. Целышко. Инструментальный шкаф. Ну, мы посмотрим. Я что-то не уверен. Насчет этого шкафа. Сверлю все дырки в стенах. Буду вешаться здесь. Типа, как в мастерской. Ой. На самом деле, это просто глобно. Короче, на самом деле, просто нам уже нужно приступать здесь делать внутренние работы. Вот осталось только вставить окно. И мы приступаем к внутренним работам, поэтому нужно было уже здесь разрезти все, расчистить. Наверное, можно уже на ночь вставлять эту дверь открытую. Здесь все равно холодно. Это все странно. Как можно оставлять все открытой, если я стою и это меня трясет. Ну, тебе жарко, потому что у тебя пожизненно жарко. Иди сюда. Ты вообще температурный? Нет. Давай заканчивай, иди ко мне, я буду тебя спить. Все, ты закончил? Я не знал, вот это я сейчас люблю убежать. Хорошо, с розетки вот такой обогреватель. Не забудь. Короче, вот такие вот дела. Так что, эти очемели ручки, давай, свою и мою, вот эти вот очемелые ручки приводят в порядок. Вот такого, на вот такое. Ну да, тут еще не доделано все. Показала. Мика, что мы тешимся? Что мы тешимся, а? Мы очень, у нас тут есть безопасный очень край. Здесь еще не доделано все. Короче, у нас еще додела вот здесь вообще на самом деле столько всего. Столько всего. А ну иди сюда, что это такое там внизу? Вот там. Это вода там? Вот эта? Да. Наверное. А откуда она там берется? Может, разлили здесь воду? Но она уже несколько дней там. Ну она, ты думаешь, что оттуда води что-то хорошо? А может протекать же? Да нет. Но уже несколько дней там это вода. Да нет, что если там протекать? Ну я тебе говорю, что несколько дней там вот эта. Я просто думала сначала, что это клей. что-то вспотело. Что-то вспотело. короче, у нас еще доделают. Здесь очень много чего надо. Очень много чего. Мы здесь и так много чего сделали, но еще столько всего осталось, да? и так много чего. Еще все не закончено. Какие у нас острые края. Это мы ждем ребенка. Ладно, что-то мы сейчас придумаем. Но это мы переделаем. Это мы сейчас сделаем. Боже, а что оно так поднялось? Да. Ну короче, это мы еще все переделаем, доделаем и сделаем более нормально. Мы спешили, чтобы закончить побыстрее и переехать сюда. Так что вот такие вот у нас сделаем. А я уже сейчас буду эту маску смывать и новую наносить. А что мы шепотом разговариваем? Потому что ты шепотом разговариваешь, и я, получается, самая громкая из нас двоих. Да? Мы посмотрели, кстати, мы посмотрели, кстати, мультик этого семейка Адамс. Боже, такой офигенский мультик, да? Да. Очень веселенький был. Мы разбираемся почему-то в мокрая стеночка. А ну посмотри вот там. Нету больше таких? Ладно, короче, разберем все дома. Ой. Не понятно. Посмотрели мультик, очень был классный, нам всем понравился. И Кира была в восторге тоже. Мика хочет гулять. Мика, 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 Я, короче, уже Андрея даже постригла и приняла душ. И... Покажи стрельчечку свою. Камера там. Ну, нормально, постригла, короче. И я после того, как приняла душ, я себе сделала такие вот носочки. масочку с этим носочком. Вот. Сейчас одела, там в пакетике одела и одела этот. Дела носки поверх. И мне нужно ждать 40-60 минут. мы как раз посмотрим этот топ-модель. Потому что мы уже начали смотреть адрес регламы. И мы поужинаем, потому что уже как бы вообще поздно на самом деле. Уже 23.32, а чай Андрей нам не сделал. Но зато мы будем кушать смотреть топ-модель и у меня заодно ноги придут в порядок. Потому что у меня в таком ужасном состоянии ноги, если бы только видели мои таточки. Они ужасны просто. Но парить у меня ножки нельзя. Поэтому спасаемся этими носочками. На самом деле, я просто эти носочки очень люблю. Потому что после них идеальная ножка. Прям приятная ножка. Я уже перепробовала разные. Сейчас я первый раз буду пробовать вот эти Лорайн. И потом вам расскажу, как я пишу. Все, что я с Алишки заказывала, они тоже типа идеальные были у меня. Ни одни так не было, чтобы они не сработали. И все очень хорошо у меня отчистили ножки. Фух. Блин. Живот увеличивается, дышать становится еще сложнее просто. Сейчас с вами сложно очень дышать и разговаривать хоть одновременно. После того, как мы поужинаем, мы планируем валиться в кровать и там досматривать топ-модель. И завтра доспимся хорошенечко. А сегодня мы ляжем поздно спать. Чуть-чуть поздно. Я думаю, мы как раз часик посмотрим топ-модель и час завтра досмотрим. Как раз мне час посидеть. Нужно с ножками. И все, мы будем спать, ложиться. А завтра еще Андрей меня покрасит. Я ее сегодня постригла, а он меня завтра покрасит, у меня уже корни ужасно отросли сильно. Прямо конкретно. Интересно, какой цвет получится в этот раз, потому что каждый раз чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть светлее. Скоро я дойду к тому цвету, который вообще я купила. Но я просто не хочу ужасно портить свои волосы. Прямо ужасно портить. Поэтому я над ними не сильно издеваюсь, потому что вообще этот цвет волос, светлые вообще волосы, блондинистые волосы, мне ужасно портит волосы. Но пока я беремная, все равно ничего не могу особо делать такого интересного с волосами, поэтому можно их портить. потом скорее всего я не знаю, скорее всего после родов я подстригусь под карер, посмотрю, что я сделаю, чтобы волосы привести в порядок. Так что вот такие вот у нас дела. Я практически ему уже исправилась все то, что ему там испортило. В прошлый раз, когда стригла. Ну как, я не сильно испортила, просто я крайне приятно затупила и стригла не там, где надо это было. Короче, будем мы кушать. Так что всем приятного аппетита. Ну что, ребят, короче, все. Я уже сделала эту масочку для ног, уже смыла ее. Сейчас хочу потерять лицо этим. Блин, у меня опять какие-то прыщики появляются. Только поду... Ой, сори. Только подумала о том, что все, завтра или послезавтра, или как-то на днях отсниму видео про этот... Господи, спустите, я скажу про первый триместр, потому что думаю, типа, отлично. Лицо сейчас идеально выглядит, нормально. Ага, обязательно прошли прощики. Обязательно оно уже не идеально выглядит, потому что я хотела отснять видео. Ой. Короче, весело. Ну ладно, ничего страшного. Мне уже будем ложиться спать. Носочки ужасно адские. Я не понимаю, они очень у меня заморозили, но они как-то, как будто бы там столько ментола было, что я не знаю. Они прям очень заморозили. Прям конкретненько. Аж приятно было бы теплую воду их засунуть. Мне кажется, или у меня чуть-чуть сейчас я что, похудела? Похудела. Чувствую спала, да? Непонятно. спать. короче, спать. Спать, спать, спать. Я подержала всего 40 минут, ни час. Не хочу долго передерживать, что очень они какие-то ядреные. А это все такое серьезный вопрос с ногами. а что это за мурло? Тут спит. Зай, я вообще-то включила свет, а на твоей подушке вот так лежал Оскар, и ему как бы помешал этот свет. вообще-то я тут спать пришла. Как бы я понятна, а ты что тут делаешь? Ладно, ребят, короче, будем уложить спать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы вас любим очень-очень всем. Спокой на ночи. Пока-пока.